Добрый день! В эфире ПЛНФМ, информационно-итоговая программа по скриптум. И об итогах минувшего 2022 года вам расскажем мы, Любовь Кузнецова. И Константин Калиниченко. По традиции, всем привет! Сегодня еще и с наступающим, с наступившим, прошу прощения, у нас он все еще наступает, с наступившим Новым Годом. Мы работаем, как обычно, нас можно слушать на радио 102.6 FM, можно смотреть видео из студии на YouTube-канале ПЛН-ТВ в группе Псковской ленты новостей ВКонтакте. Несмотря на то, что длинные новогодние выходные, читайте Псковскую ленту новостей, а в Пскове читайте наши соцсети группы ПЛН-ВКонтакте, Телеграм-канал Псковской ленты новостей, получайте новости, несмотря на то, что новостей, слава богу, не так и много в эти выходные. Ну а мы вместе с вами, как провели этот год, так и встречаем следующий. С самого начала нашей сегодняшней программы работаем дружным коллективом. Вместе с нами, с Костей, сегодня наши обозреватели с самого начала программы. Это главный редактор Псковской ленты новостей, политический обозреватель Александр Савенко. Саша, добрый день. И наш экономический обозреватель Алексей Овчинников. Леша, приветствуем. Добрый день, коллеги. Здравствуйте, радиослушатели. Мы сегодня с Александром Михайловичем даже в корпоративные цвета, так сказать, немножечко оделись. Я бы даже сказала, в красном углу нашего ринга. Да, постарались сливаться с антуражем студии. Ну что, будем подводить сегодня итоги ушедшего 2022 года. Все никак не привыкнуть, что этот 2022 год ушел, как говорится. И слава богу, год был сложным, переломным, неоднозначным. Начинался он, в общем, с достаточно спокойного января, что называется, ничего не предвещало. В общем-то, и большая часть февраля была тоже достаточно спокойной в экономическом, в политическом смысле. Теперь вообще кажется безмятежной. Вот это спокойствие и безмятежность были, как оказалось, обманчивые. 24 февраля началась специальная военная операция. Ну, в общем, это главное, конечно, событие, главный тренд 2022 года. СВО не просто повлияло, а внесло кардинальные изменения и в геополитику, и в внутриполитическую ситуацию в нашей стране, в мире. Да, в общем, действительность изменилась и в глобальном, и в мелочах. Влияние на политику, на экономику. В этом смысле, вот, собственно говоря, поскольку наши эксперты сегодня с самого начала нашей программы. Саш, что изменилось, вот, собственно говоря, с 24 февраля в нашей жизни, в жизни страны, в планетарном масштабе? Я бы все-таки стартовал не с февраля этого года, а вспомнил о том, что в этой студии мы в конце прошлого года, когда говорили об итогах 2021, когда говорили о том, какие сценарии развития событий возможны в 2022, отмечали напряженность, напряженность в отношениях России и Запада, говорили о том, что все неспокойно, все непросто, да, и все равно, несмотря на то, что вот это напряжение витало в воздухе, и прогнозы были разные, скажем так, да, все равно в феврале для большинства из нас, для большинства наших сограждан события, вот, во внешнеполитическом смысле, они стали, конечно, большой неожиданностью. И первая реакция представителей псковского политического класса на то, что происходит, она как раз и показывала, что это событие неожиданное, для кого-то это стало шоком. И с самого начала мы обращали внимание на то, что можно выделить несколько групп по реакции на то, что происходит. Ну, безусловно, с самого начала, так сказать, определились те, кто, безусловно, поддерживает действия российских властей, проведение специальной военной операции, это и губернатор Псковской области Михаил Ведерников, многие единороссы. То есть эта группа однозначно стала заявлять о том, что, да, это вынужденная мера, но необходимая, единственно возможный шаг и так далее. При этом очень большая часть представителей псковского политбамунда на вот этом стартовом этапе в феврале, в марте, как мне кажется, старались отмолчаться. Может быть, из-за того, что не очень хорошо понимали, что происходит, насколько это серьезно, как долго продлится специальная военная операция. Так или иначе, была вот эта многочисленная группа людей, которые старались лишнего не говорить и вообще уходили от комментариев, вот старались стать незаметными. Но и при этом, конечно, в феврале мы отмечали, что есть группа тех, кто выступает против действий российского руководства, против проведения СВО, и это прежде всего псковские яблочники и во многом ориентированные на них представители несистемной оппозиции. Вот так на это отреагировал псковский политический класс. Ну а в дальнейшем, вот при том, что и информация о том, что происходит, становилась больше, и поляризация произошла, в целом все-таки можно говорить, что вот эти вот группы, они сохранились. Более многочисленной стала категория тех, кто поддерживает проведение СВО, и многие из тех, кто поначалу, как я уже говорил, хотели отмолчаться, они, безусловно, перешли в эту группу, стали делать заявления, и эта группа стала больше. При этом, конечно, наблюдаем и то, что кто-то и до сих пор старается хранить молчание, не заявляет прямо свою позицию, ну что это право людей. Ну а группа тех, кто выступал против, как мне представляется, она стала меньше. С одной стороны, часть этих людей после начала проведения специальной военной операции уехали за пределы страны, они оттуда делают свои заявления, но все-таки я бы уже, наверное, не говорил о них, как о представителях псковского политического класса, то есть это уже, так сказать, взгляд со стороны, и, например, те же яблочники говорят о том, что уехавшие из страны, они, по их мнению, по мнению яблочников, теряют право на критику страны, да, они уже не могут выступать от лица российской оппозиции. Ну и при этом те, кто выступал против, они, конечно, попали в непростую ситуацию, связанную с тем, что ужесточилось законодательство, стало намного сложнее представителям оппозиции высказывать свое мнение по этим вопросам, потому что очень просто попасть под статьи и понести ответственность за свои высказывания. Ну что ж, хочется вернуться, хотя нет, не хочется, конечно, но приходится возвращаться к тем событиям февраля и марта, к тем реакциям, которые вот не сейчас уже с позиции прошедшего времени, с позиции анализа прошедших каких-то событий, ситуаций, а именно вот в то время произносили политики, общественные деятели и так далее. Тогда ведь достаточно актуальным был вопрос, а садится ли за стол переговоров, а как поскорее разрешить вот эту вот ситуацию, и действительно были попытки сесть за стол переговоров. Тем не менее звучали оценки, вот в принципе садится или нет. И на этот счет 1 марта 2022 года в нашей программе «Дневной дозор» свое мнение высказывал первый секретарь обкома КПРФ Петр Алексеенко. Давайте послушаем его комментарий. Он на тот момент звучал достаточно жестко и однозначно. Нет, ну у нас такого нет, отступать нельзя. Уже начали, надо проводить до конца спецоперацию. Поэтому, если это будет дипломатически, это будут уступки, это будет поражение. Надо только вперед, победа будет за нами. Надо нацизм в его гнезде зародыша задавить, как говорится. Иначе он расползется и в России будет. Мы уже это проходили. Будем контролировать ситуацию, тогда можно и завершать. Ну, когда полностью будет под контролем большая часть территории Украины. Больше города, большие населенные пункты. Под контролем, как говорится, наших военных сил там, да. И еще много сторонников на Украине, которые поддерживают. Об этом не говорят, но эти есть люди. Мы знаем, мы слышим про это. Слушайте, вот я даже не догадывался, что в начале марта 2022 года, Петр Васильевич Алексеенко, человек, по-моему, совершенно мирный, был таким ястребом. Ну, вы же помните, как были наколены на тот момент эмоции, действительно. И тот, от кого не ждешь, становился таким мощным ястребом и так далее, и так далее. Специальная военная операция и экономику перевернула вверх дном. Леша, слово тебе. Теперь анализируем начало года. Не просто взбудоражила тогда вся эта ситуация, шокировала. И мало того, что там малый бизнес, средний бизнес, крупный бизнес, так еще и, в принципе, вся макроэкономика, все игроки в мире сразу почувствовали, что происходит что-то, ну, как минимум, непривычное. Все так, и вот Костя говорил о том, что мы входили в таком безмятежном состоянии в 2022 год, но это не совсем так. Мы, на самом деле, уже находились в предкризисном состоянии. Я напомню, что мы завершали 2021 год с разогнавшейся инфляцией и с таким четким предреценционным предвкушением этого года. Предтечи были. Да, всего мира. Причем это было не связано со своего никаким образом. Ждали так другого. Это было просто цикличное кризисное проявление. К которому потом? Подключился структурный кризис. И это, наверное, весь ужас, потому что два кризиса как бы слились поедино. И влияют они действительно не только на нашу страну, а на весь мир. Россия была и остается, между прочим, глубоко интегрирована в мировую экономику. Но как бы мы этого хотели, не хотели, как бы это в мире хотели, не хотели. Но это факт. Россия глубоко интегрирована в мировую экономику. Поэтому как бы и все, что там происходит, задевает нас, потому что мы с ними торгуем на экспорте нашим сырьем. То есть вот эта конвергенция, она... Нет, нет, она зависит от того, что они у нас очень много чего покупают. И торгуют или торговали с нами. И если они там прекратили торговать, то это, конечно, тоже по ним больно бьет, а не только по нам. Это такая все очень взаимосвязанная вещь. И поэтому сейчас 23-й год, который обещает быть тоже непростым, он тоже будет очень непростым для всех, а не только для нашей страны. Это надо понимать. И не только для рядовых граждан, да, скажем так, покупателей, потребителей товаров и услуг, и для производителей тоже. Совершенно верно. Я бы даже сказал, прежде всего. Наверное, стоит вспомнить, что были поставлены, к сожалению, в этом году печальные антирекорды, в том числе и по количеству дней, которые простаивала Московская биржа, прежде всего, в панике, потому что началась просто паническая распродажа российских бумаг после начала СВО. Это все, конечно, мы до сих пор, так скажем, сталкиваемся и видим, потому что каким бы ни было сейчас положение Мосбиржи и ее индексов, мы там видим, что она там волатильна, ушла в приятный такой боковичок, ниже психологической отметки в 2.100 мы не свалились, после которой, как обычно, опять же, начинаются панические распродажи. Но и выше 2.200 мы так и не поднялись, после которой, наоборот, начинаются приятные такие покупки, начинается такой комфорт. Нет, биржа где-то топчется между, но если мы посмотрим на результаты года, то мы увидим, что индекс Мосбиржи и индекс РТС примерно в равной степени потеряли минус 43%. Это ужасные цифры. Ну, только один у меня вопрос. Ты говорил об интеграции. Я бы сказала, что это конвергенция, а не интеграция. Это взаимопроникновение мировой экономики в российскую, российской в мировую. И несмотря на то, что прошло как минимум 10 месяцев, сначала вот такого интенсивного кризиса, как ты говоришь, состоящего из разных частей, имеющих разные предпосылки, до сих пор соблюдается вот эта конвергенция или все-таки разрыв логистических цепочек и все то, что происходило после февраля, ну, скажем, после начала марта, когда все поняли, что это и чего, до сих пор сохраняется эта конвергенция? То есть Россия не стоит особняком от мировой экономики? На самом деле, если бы мы стояли абсолютным обставником, мы бы вряд ли сдюжили. Нет, у нас сейчас есть страны, поделенные на два пола, дружественные и недружественные. С недружественные, конечно, логистические и финансовые цепочки сейчас руинированы, их просто нет. И мы ищем активно альтернативы. Нельзя сказать, что мы их уже нашли на 100%, но мы их активно ищем. Где-то по каким-то линиям, сегментам уже найдены. Но там работа еще не по чатой краю именно в выстраивании новой инфраструктуры, новых логистических и финансовых цепочек. Это все еще предстоит проделать. Но есть же пул еще дружественных стран, с которыми мы продолжаем торговать, с которыми мы продолжаем поставлять наше сырье. Правда, есть опасность, что мы это сейчас делаем с рядом стран с большим дисконтом. Это очень такая рисковая игра, и с ней лучше не заигрываться. Есть опыт других стран, например, ЮАР, которые торговали-торговали с дисконтом и столкнулись с серьезными проблемами. И поэтому надо импортозамещаться всерьез и надолго. Вот тоже, кстати, вспомню пример ЮАР. Там собрались импортозамещать все, вот прямо все. Плохой оказался пример. И, кстати, его сейчас очень многие вспоминают, что не надо пытаться объять необъятное. Вот ты понимаешь, что вот здесь ты можешь импортозаместить, вот здесь можешь, вот здесь можешь. Берись, делай. А потому что, как говорили в советский период, перегибы вредны. Да, а тут не понимаешь, что не можешь, ну не берись, не трать на это ресурсы, силы, потому что оно не получится, а проигрывать будет больно. Ну мы с этим, наверное, столкнемся уже в 2023 году. Хотя, вот, Алексей, ты тут, так сказать, такую бочку дегтя, конечно, экономическую сейчас привнес для радиослушателей, тех, кто смотрит видео на наших каналах. Но были и оптимисты, в общем-то, с самого начала. Они не думают, что были, мне кажется, они ими и остались. Они, может быть, и остались, да, вот в феврале-марте, когда, собственно говоря, началось СВО и последовал за этим шквал санкций. Многих представителей бизнеса, конечно, волновала, как вот экономика в этом режиме разрывания пуповины, которую так и не разорвали, как мы выяснили только что. Но вот были оптимисты, псковский промышленник, генеральный директор холдинга НПН Игорь Савицкий высказал такое мнение, что грядущие тогда, на тот момент, еще в марте, жестокие санкции со стороны Запада, а это, может, и не так и плохо, они помогут российским властям наконец-то перестать преклоняться перед проклятущим Западом и заняться уже, так сказать, российской экономикой по-настоящему. Давайте послушаем комментарий Игоря Савицкого. Ну, санкции, наверное, будут касаться больше всего энергетического сектора. Но если вы меня давно знаете, то одна из моих новелл или теорий на нас влезть с нефтегазовой иглы. Это мы как наркоманы, как наркоманы употребляют там героин, так мы употребляли нефтегаз. Решали все проблемы нефтегазом на территории России, в экономике России. Я считаю, это категорически неправильно. Пора нам влезть с нефтегазовой иглы, может быть, в случае нам поможет это сделать и заняться собственной российской экономикой. Что касается там экспорта в Псковской области, мы не умрем. Поверьте мне, все будет нормально. Мы не сильно завязаны на экспорт в Западную Европу и в Соединенные Штаты Америки, а также в Англию. Может быть, меньше будет денег утекать из России, а утекает из России колоссальная сумма. Вы знаете, по этому году, по-моему, 70 миллиардов долларов. Это официально. Мы говорим, столько же уходит неофициально. Так что весь наш пенсионный фонд в 130 миллиардов долларов уходит за границу. Так что, может быть, денег будет из России поменьше за рубеж выходить. Это оживит нашу экономику, улучшит нашу ситуацию экономическую. И, мало того, власти лицом повернутся к экономике Российской Федерации. Я думаю, все эти гиператические игры кончатся, и мы займемся реальной экономикой России. Так что ничего страшного не случилось. Я на свету спорю с оптимизмом. А самое главное, не будет, по большому счету, гражданской войны между Украиной и Россией. Вот это меня очень радует. Остается только добавить, что таким образом Игорь Николаевич Советский комментировал 25 февраля 2022 года. Буквально на второй день спецоперации. Алексей, коротенький вопрос. Повернулась российская власть не той частью, которой прежде, а лицом. Надо отметить, что господдержка в этом году все-таки была мощнее, чем обычно. В том числе увеличился госзаказ и охват предприятий, которые могут участвовать в госзаказе. И это не только оборонка, поверьте мне. Но я соглашусь тут с Игорем Николаевичем в том, что действительно Псковская область мало завязана на экспорт туда, в коллективный запад. Это совсем немногие предприятия. У нас в основном предприятия, если экспортируют, то в другие регионы страны. Либо, как, например, наш известный агрохолдинг крупнейший. Во Вьетнам. Во всякие такие страны, которые сейчас в пуле дружеских или полудружеских. То есть, ну вот действительно тут соглашусь, наверное, для Псковской области кейс более-менее мягкий. Ой, переходим дальше по календарю. Идем выше по календарю и ближе уже к середине года. Это апрель-май. Вот эти два месяца в Пскове произошли важные, ну не изменения, но предпосылки к этим самым изменениям в модели власти. В переходе к одноглавию. Это слово уже никого не смущает, оно своеобразное, но за год мы, по-моему, к нему привыкли. Ну и в это же время историей стала глава города Дама, Елена Полонская, покинула свой пост. В те месяцы как раз исполняющим обязанности стал на тот момент Сергей Гаврилов. Как мы знаем из дальнейшего развития события, теперь полнокровным главой, можно даже равно вставить, с мэром, стал Борис Ёлкин, а председателем городской думы, подчеркну, председателем, стал восставший из политического пепла Александр Гончаренко. При этом во второй столице Псковской области, в Великих Луках, модель власти не поменялась. Александр Михайлович, поясни нам, пожалуйста, про перипетии с головами. Очень интересно, на мой взгляд, я понимаю, что тут масса, наверное, каких-то различных векторов, да, вот, собственно говоря, первое, это сам факт, да, устранение двуглавой системы Пскове. А второй вектор интересный, то, что в Пскове-то поменяли двуглавую систему, а в Великих Луках-то решили пока оставить. Да, действительно, ситуация до сих пор значительно отличается в областном центре и в южной столице нашего региона. Ну и здесь бы я, наверное, напомнил о том, что двуглавая модель просуществовала в городе Пскове почти полтора десятилетия, начиналась эта история еще в нулевые годы, но вот как мне представляется, до сих пор, вот при том, что столько много лет жил город при двуглавой модели, я думаю, что очень многие, не очень хорошо, вот граждане, в хорошем смысле слова, чтобы обыватели представляли, да, что это за модель, почему у нас две главы, кто за что отвечает. Ну и, а может быть, вообще кто-то не знал о том, что у нас есть глава города и глава администрации города, ну и непростыми традиционно были отношения между двумя этими главами в городе Пскове, так сказать, вот эта вот возможность конфликта, противоречий, трения, она сама по себе заложена вот в этой модели двуглавой, непростой, и многое, конечно, зависело от личностей тех, кто занимал то или иное кресло, все мы помним, как непросто складывались отношения, например, у главы города Ивана Цицерского и главы администрации, или, иначе говоря, сети-менеджера Петра Слепченко, ну и не только в этой паре, можно вспомнить, что и при главе города Елене Полонской, и сети-менеджере Александре Брачкове тоже постоянно присутствовало напряжение. Все это я говорю к тому, что все эти годы говорили обозреватели о том, что модель, мягко говоря, несовершенна, многие говорили о том, что не прижилась на российской земле в целом, это не наша модель, а что у нас, собственно, приживается из каких-то западных моделей в широком смысле. Ну и много говорилось о том, что, конечно, требуется отмена, возвращение к единоначалью, и в этом году действительно это произошло. Напомню, что эту реформу, назовем ее так, по сути, это реформа, конечно, ее запустил в начале года губернатор Михаил Ведерников, который, собственно, и предложил, чтобы вот в этой сложной модели стало, так сказать, попроще, чтобы полномочия перешли к одному, можно сказать, руководителю, в образах правления которого оказываются все основные рычаги управления областным центром, то есть это один-единственный глава города, но остается председатель городской думы, человек, который возглавляет представительный орган местного самоуправления. Ну, собственно, сказано, сделано, поддержали предложение губернатора на всех уровнях, депутаты и областного собрания, и здесь, в городе. По-другому, собственно, и быть-то не могло, потому что все понимают вектор движения, вектор реформы местного самоуправления. Я напомню, что местное самоуправление теперь у нас уже встроено в вертикаль власти, единую систему публичной власти в России, и, по-другому, на мой взгляд, здесь быть не могло. В областном центре сказали вы о том, что Борис Ёлкин, который вел отряд единороссов на выборы в Псковскую городскую думу, он в дальнейшем и стал главой города, как это и планировалось, и победил по итогам конкурса. Ну и, собственно, понимаем мы, что сейчас во главе города стоит человек губернаторской команды, ну и некоторые говорят о том, что это, по сути дела, вице-губернатор по Пскову, так это называют. А в Великих Луках, да, действительно, все пока по-другому, и модель не изменилась. Там у нас есть и глава города, и глава администрации, тот самый сети-менеджер. И в целом, конечно, все отличается. Не раз и не два мы говорили о том, что великолучанам, несмотря на выстроенную в России вертикаль власти, до сих пор удается в значительной степени сохранять самостоятельность. И, ну, наверное, самый главный вопрос выбора в Великих Луках, выбора в городскую думу, которые проходили в сентябре, как раз был в том, сумеет ли великолугская власть во главе с Николаем Козловским сохранить это положение, а надо понимать, что региональные власти, причем не только при губернаторе Ведерникове, не только в этот год, они не раз и не два пытались как-то там повлиять на ситуацию в Великих Луках и, ну, так сказать, встроить вот ту самую вертикаль великолучан, отобрать у них вот эту вот, пускай во многом и условную, но независимость и самостоятельность. Предпринималась, насколько мне известно, такая попытка и в конце 21-го, и первой половине 22-го года, но, несмотря на все это, сохранили великолучане свои позиции, была интрига до определенного момента, все-таки пойдет на выборы Николай Козловский или убедят его в том, что необходимо обновление, но все-таки возобладало мнение, возобладала точка зрения, что в этой непростой ситуации в Великих Луках надо сохранять стабильность, прежде всего стабильность политическую, которая там является залогом экономического развития. Ну и в результате Николай Козловский, гарант вот этой вот стабильности по-великолукски, он пошел на выборы во главе команды, в которую вошли практически все, так сказать, заметные, известные представители команды городской власти Великих Луг, уверенно победили с рекордным показателем, ну и по большому счету, что по итогам 22-го года ничего в Великолукской политике, в том самом Великолукском политическом феномене не изменилось. Николай Козловский возглавляет город, и я думаю, будет продолжать это делать до тех пор, пока у него самого будет такое желание. Господи, как хорошо, что есть по скрипу, дорогие коллеги. И островки стабильности еще у нас есть, к счастью, вот в этом нашем очень турбулентном море. Но мы движемся дальше. Весна, лето, вот в политике в некотором роде у нас все стало понятно. Кое-что стабилизировалось и в экономике. Стало, прежде всего, ясно, что экономика наша, ну по крайней мере, в короткосрочном периоде не рухнула, и мы там все не умерли. Ну, вместе с тем, стало что-то странное происходить с национальной валютой или с долларом и евро, тут уж с какой стороны смотреть, когда, в общем, они вернулись к каким-то показателям многолетней давности, там, 15-го, 14-го года. Алексей, каким было самочувствие экономики в мае, августе, вот на фоне этих не очень понятных, так сказать, курсов валют? Ну, слово года, наверное, тут неопределенность и тревожность, два слова назову, да, они никуда не делись и по сей день, но, наверное, в мае они были более такие, с большим накалом, с большим градусом. Что касается экономики, то, конечно, те прогнозные цифры, которые говорились сразу после начала СВО, это на фоне того, что еще и Центробанк понял ключевую ставку до 20%, так вот лихо, так раз, то, конечно, говорилось, что инфляция будет к концу года 20-23%, и ВВП ухнет чуть ли не на 10%. С течением времени, каждый месяц эти прогнозы корректировались, ставочка достаточно динамично уменьшалась, и инфляцию тоже так, достаточно динамично прогнозы тоже уменьшали, уменьшали, и падение ВВП тоже сокращали. Вот по последним данным, вот ЦБ говорит, что инфляция у нас на уровне менее 13%, и даже около 12,5%, с учетом того, что в декабре инфляция все-таки подразогналась, наверное, выйдем к 12,5%, 12,4%. А ВВП снизится, ну, приходится говорить в таком контексте, всего на 3%, а не как раньше говорили на 10%. Конечно, ВВП минус 3% — это ужасно, это плохо, но могло быть и хуже. Это не минус 10%. Да, это не минус 10%. Если говорить про курс рубля, раз ты уж его упомянул, то я бы не сказал, что это что-то удивительное и шокирующее. Мне кажется, каждый декабрь, каждый год рубль принимается слабеть. А потом немножко откатывается. Я с Костей согласна. Мы неоднократно говорили в этой студии в середине года о том, что все изменилось в курсе, скажем, в соотношении рубль-доллар-евро. То, на что раньше, ну, как сказать, у нас была изжога. Оп, сразу на один доллар там что-то... Доллар вырос, и все сразу за сердце хватали. Все либо едем в отпуск, либо не едем в отпуск. Сейчас. А сейчас смотрим на это на все. Вроде все прав, Костя. Прилично вернулось на какие-то там интересные, стабильные, кажется, показатели. Или тогда нам казалось, оно ничего, в общем-то, не значило. Хорошо это или плохо, кстати, что мы перестали обращать внимание на колебания валют. Но мы перестали, наверное, с такой очень прикладной точки зрения на это обращать. Мы просто больше не покупаем валюту, потому что в ней нет необходимости, как конкретные люди. Вот почему же в ней нет необходимости. Но мы должны понимать, что цены в магазинах, особенно на те товары, которые все-таки пока не производятся в нашей стране, они зависят от курса рубля. И если он слабеет, неважно по отношению к доллару или к чему-то, но потому что доллар и евро все-таки пока в мировой экономике это главные маркеры. И если мы слабеем по отношению к этой валюте, значит мы слабеем ко многим другим. И в чем бы мы ни покупали импортные товары, слабый рубль – это плохо, потому что их приходится покупать дороже, и, соответственно, они к нам на рынок придут по более дорогим ценам. То есть с потребительской точки зрения слабый рубль – это однозначно плохо. Слабый рубль хорош для экспортеров, потому что они потом покупают на валюту рубль, чтобы отдавать ее в бюджет, и получают, что они покупают больше рублей для бюджета на заработанное. Но что хорошо для экспортеров, то не очень хорошо для потребительского рынка. И это, кстати, вот те самые вилы, с которыми каждое заседание директоровского сталкивается ЦБ. Что поддержать – бюджет или потребительский сектор? Потребительский сектор – это тоже важно. На одних экспортерах ВВП не поднимешь. Потребиловка в структуре ВВП занимает тоже очень солидное место. Поэтому такой баланс интересов, который бедный ЦБ каждый раз решает. Несмотря на то, что нам теперь не нужно для привычных ранее поездок покупать доллары и евро, все-таки слабый рубль – это плохо. Это плохо. Надо давать в этом отчет. Просто мы привыкли, что евро, доллар – кому они теперь нужны. Но мы же понимаем, что если рубль слабеет, то он слабеет и по отношению к евро. Наверное, еще важно это и для региональных бюджетов. Не знаю, тут тебе виднее, значительная ли тут связь. Ведь региональный бюджет пополняется в основном за счет потребительских вещей, НДФЛ и так далее. То есть мы тут действительно, экспортеры какие-то у нас есть, но куда идут их деньги, это еще как посчитать. Вот эти наши карманные деньги, из них, собственно говоря, и пополняется региональный бюджет. Если тут, как говорится, шаром покати у людей будет в карманах, и эти деньги как фантики будут в каком-нибудь Зимбабве, да, где вот эти триллионы долларов, ну, я боюсь, что вот как раз тут региональный бюджет-то может как-то просесть очень сильно. Для наших производителей местных еще есть сейчас такой очень серьезный вызов, называется он онлайн-торговля, потому что, когда мы покупаем товары в каких-то онлайн-магазинах, то, естественно, наши деньги в виде налогов утекают уже не в наш региональный бюджет. Когда мы тут, в наших магазинах покупаем свое, то тогда что-то нашему бюджету достается, и производители могут получать деньги на развитие. Если все так будет уверенно уходить в онлайн, то есть вопросики. Мы понимаем, что все вот эти, не будем называть их федеральные онлайн-торговые площадки, они, конечно, не в Пскове зарегистрированы, не в Псковской области. А там уже покупают не только одежду, не знаю, какую-то бытовуху, там покупают все. Да, некоторые там покупают консервы. Ну что, мальчики, отдохнули в летние месяцы, я начинаю плавно переходить к сентябрю. И вообще для меня лично этот месяц радостный, этот месяц моего рождения, я его очень люблю. Но сентябрь 2022 года был каким-то очень таким сначала насыщенным электоральным. Единый день голосования, все мы помним. А потом очень тяжелый, потому что была объявлена специальная военная операция. Ну, начнем, конечно, с политики, просто потому что это и по хронологии было так. Завершилась 11 сентября, завершилась большая муниципальная кампания. Выборы нескольких глав муниципалитетов области. И практически обновились корпуса районных собраний. Александр Михайлович, каковы итоги муниципальной кампании и кампании по выборам главы? Были ли сюрпризы и кто аутсайдеры? Ну, говоря о сентябрьских выборах, знаете, я бы начал вот с чего. Самый главный момент, когда мы говорим о выборах, в том, что они состоялись. И здесь необходимо напомнить, что неоднократно звучало и в средствах массовой информации, и от представителей органов власти, от политических партий мысль о том, что, может быть, в этих непростых условиях выборы проводить и не следует. Ну, по крайней мере, была у нас информация о том, что на высоком федеральном уровне серьезно обсуждалась тема, ну, прежде всего, переноса сроков проведения губернаторских выборов по России. Но все понимали, что если такие решения будут приниматься, они могут касаться и выборов самого разного уровня в регионах, в муниципальных выборах. А в Псковской области действительно планировалось, и была, об этом скажем, чуть позже проведена большая муниципальная кампания, на кону сотни мандатов депутатов районных собраний, городских дум, в том числе в Пскове, в Великих Луках, и выборы, они сами по себе достаточно важны. Но ведь надо понимать, что по результатам этой кампании во многом формируется муниципальный фильтр на губернаторские выборы, на главные региональные выборы Псковской области. Поэтому, конечно, выборы были, с одной стороны, важны, с другой стороны, присутствовал этот момент, что могут их и не проводить, если, так сказать, придут к мнению, что да, не надо в этой ситуации раскачивать лодку, давать возможность каким-то деструктивным силам дестабилизировать ситуацию. К счастью, этого не произошло. К счастью, выборы в России состоялись в установленные сроки, в том числе в Псковской области, и имеем возможность подводить их итоги, говорить о том, кто там победил, кто там проиграл. Ну и, конечно, прежде всего отмечаем, что в 2022 году очень уверенно провела избирательную кампанию и победила по итогам выборов партия власти, Единая Россия. Ну вот, какие бы выборы мы ни брали, в районные собрания, в городские думы, глав районов, целая серия, пять районов избирали своих руководителей, везде Единая Россия, в общем-то, оказалась в этот раз на коне, уверенно победила, и не буду здесь уходить, так сказать, в детализацию, называть те или иные фамилии, проценты, не столь это важно. Важно то, что, проведя спокойную, ровную кампанию, сумели в целом победить. Что касается оппозиции, то, конечно, большая проблема в ее пассивности в целом. Некоторые отделения политических партий, здесь уже даже и вопросы не возникают, знаете, скорее мертвый или жив, да, ну, все уже понятно. Вопросы отпали, да. И в целом мы наблюдаем у представителей оппозиции, ну, в моем понимании, несколько вот нелогичное, непонятное, можно сказать, даже стремление избежать участия в избирательных кампаниях, что странно, да, видим, как партии раз за разом отказываются, например, от участия в выборах глав районов. И у нас же избирательный марафон в этом году был длинный, последние выборы прошли уже в конце декабря в Пушкиногорском районе и здесь. Всего четыре кандидата, Единоросс, представитель ЛДПР, партия Роста и новые люди. Вот, собственно, четверка. А все остальные партии проигнорировали, по сути, участие в этой избирательной кампании. Мне кажется, оппозиции надо уже всерьез задумываться над тем, что происходит, и как-то активизироваться. Так, но мы все-таки вот к этой критике должны дать право высказаться и оппозиции. Послушаем комментарий лидера Псковского «Яблока» Льва Шлозберга, который говорит, конечно же, о том, почему, собственно говоря, вот такие результаты, почему трудно добиваться все же какого-то успеха. Комментарий Льва Шлозберга. Специальное заявление партии будет опубликовано в ближайшее время. Решение принимает коллегиальный орган, региональный совет. Мы участвовали в процессе, который только формально является выборами. Мы участвовали в борьбе за политическое представительство граждан, не согласных с политикой властей, и фактически за право остаться в общественном пространстве Псковской области. В этой борьбе мы выставили. Большинство наших команд смогли доказать свое представительство. Среди 12 муниципалитетов, где «Яблока» преодолела на заградительных барьерах, во всех муниципалитетах, во всех собраниях депутатов было представлено «Яблоко». То есть это частично оценка работы команды, предшествующие пять лет. С точки зрения официальных результатов, могу сказать с уверенностью, что после введения многодневного голосования и голосования в пятницу и в субботу с использованием технологии сейф-пакетов, ни в одном регионе России, ни в одном городе, ни в одном районе, ни в одной деревне, ни на одном участке, где применяют эту технологию, невозможно установить честные результаты голосования. Все те, кто смог пройти через эти выборы и показать результат, это люди с феноменальной общественной поддержкой. То есть могу утверждать, что при однодневном голосовании и честной избирательной системе в целом, по всем районам, где участвовали наши представители, были бы другие результаты, намного более высокие. Да, ну, наверное, да, и вот можно всегда предполагать, как бы оно было, если бы оно было. Но имеем то, что имеем. В отношении яблока стоит только добавить, что этот комментарий Львом Шлотбергом был произнесен 12 сентября 2022 года, а с тех пор прошло несколько месяцев, и в так называемой, как это, Псковской яблости, да? Да, яблочная аномалия, Псковская яблость поредела немножко. Ну и, собственно говоря, ее уже нет как таковой, остался один район. Ну, это уже тоже... Напомню, что в этом году, да, действительно, прецедент импичмента, так, наверное, его назовем, несколько лет подряд депутаты Пустошкинского районного собрания негативно, неудовлетворительно оценивали работу экс-главы Светланы Васильковой, и вот под буквально занавес года Светлана Василькова перестала быть главой этого муниципалитета. Ну что ж, я говорила про сентябрь во-первых, и обсудили мы политику сентября, а теперь говорю во-вторых, и будем говорить про мобилизацию. В конце сентября частичная мобилизация была объявлена президентом, сама по себе эта форма, да, скажем, не применялась с 1941 года, тогда сначала частичная, потом полная. Были, конечно, трудности, чего греха таить, сразу мы почувствовали это, особенно почувствовали те, чьих родных, близких призвали, долго разбирались с этими проблемами, много было нареканий в отношении работы военкоматов, какие-то выводы уже сделаны по результатам этого процесса. Ну и частичная мобилизация была завершена к ноябрю, конечно, это многоплановое явление, частичная мобилизация, но она повлияла, и немало повлияла и на экономическую ситуацию. Алексей нам сейчас конкретизирует. Влияла еще как? Ну, тут придется вспомнить, что частичная мобилизация привела к частичному отъезду экономически активного населения за границу. Раз, влияние. Соответственно, вкупе это дало серьезную нагрузку на рынок труда и, собственно говоря, опять же, на потребительские настроения. Собственно говоря, просто потому, что этих потребителей экономически активного населения стало меньше в моменте. Собственно говоря, вот эти два фактора напряженности на рынке труда. Мы в кои-то веки для России столкнулись с проблемой не безработицы, а нехватки кадров. Причем по всем секторам. То есть это и рабочие руки, и рабочие головы, так скажем. То есть даже в среде офисного планктона возник дефицит. При всем при этом работодателям сейчас очень сложно конкурировать за кадры, потому что возможности и ресурсов повысить зарплаты или предлагать какие-то там такие особые зарплаты, на которые ты точно пойдешь работать, есть далеко не у всех. Вот сейчас конкретно все вот эти ситуации, опять же, вкупе, и начало СВО, и санкционное давление, последовавшее за ним, частичная мобилизация, частичный отъезд, части, не знаю, можно ли говорить, экстра-сиям за границу, все это вкупе дало такой результат, что предприятиям, компаниям российским, думаю, что и псковским тоже, опять же, стала такая дилемма, что делать, вкладывать деньги в развитие, чтобы в том числе и работать на импортозамещение, а просто так это с кондачка не сделать, что не тумблером включается, это значит, что надо во что-то вложиться, или повышать зарплаты, чтобы удержать сотрудников, чтобы подогреть тот же самый потребительский спрос. Аналитики утверждают, что сделать и то, и другое ресурсов мало у кого есть, даже у монстров сейчас нет таких ресурсов, чтобы выполнить обе задачи. И получается, что из двух зол, или, может быть, из двух добр, надо выбирать либо больше, либо меньше. Такая вот ситуация на данный момент. Ну и, конечно, чехарда была, да, с теми кадрами на предприятиях, которые были призваны. Кадровики, наши ощущения, что знать не знали, что существует понятие бронирования и всего остального, вот буквально, Лёш, короткой строкой, ведь действительно испытывали трудности, а многие сейчас испытывают трудности и с этим тоже. Конечно, конечно. Но тут надо сказать, что, ну, как ты говоришь, сказала до этого сама, с 41-го года мы с этим не сталкивались, поэтому мало кто к этому был готов, причем с обеих сторон, со стороны... Кадровиков с 41-го года не осталось тех. Да, и со стороны, собственно говоря, военкоматов. Законодательство вообще-то существует. Да, если бы это все было выстроено по более понятным моделям, то, наверное, бы и сработало бы это более нормально, эффективно. Но поскольку работало так, как работало, это привело к некоторым такому расшатыванию, конечно, на рынке труда. Слушайте, ну, как при всех минусах все-таки есть определенные плюсы, как-то все вошло вот на данном этапе в какое-то рабочее русло. Про мобилизацию, конечно, страхи и тревожность по-прежнему циркулируют в общественном мире. Неопределенность остается словом годом. Совершенно согласен. Согласен, что неопределенность, тревожность, два главных слова 22-го года. Были позитивные новости под самый занавес года. Открылся, наконец, завод «Титан-Полимер». В Моглино посрамил очень многих скептиков, кто не верил, что он уже когда-нибудь откроется. Ну и на декабрь... Да, Троицкий мост открылся для движения в конце года. Поехали псковичи, исчезли пробки в части города. Ну и на декабрь приходится знаковое заявление, которое, в общем-то, перебрасывает уже мостик в следующий год, год губернаторских выборов. Я очень надеюсь, что главным событием в жизни псковичей будут губернаторские выборы, а не какие-то другие трагичные последствия. Михаил Ведерников вот прямо в этой студии сделал заявление о готовности пойти на второй губернаторский срок. Давайте послушаем комментарий нашего действующего губернатора. Я считаю, что у нас уже многое получилось сделать, хотя, конечно, не предел. И для меня в профессиональном плане интересно реализовать и такие сложные, долгоиграющие проекты, которые не быстро дают результат, но которые абсолютно точно позитивно скажутся на экономике региона. Сила есть, желание есть. Псковская область люблю. Понимаю, что нужно делать, как нужно делать. Если президент доверит и жители Псковской области поддержат, я с удовольствием еще применю себя здесь в интересах нашего региона. Так, ну, Александр, и короткой строкой, какие ожидания от губернаторской гонки 2023 года? Да, и об ожиданиях, и о том, что происходит на данный момент. Действительно, Михаил Ведеренко в этой студии объявил о своей готовности пойти на второй срок, затем подтвердил это намерение. Развучало уже несколько высказываний в поддержку выдвижения Михаила Ведерникова на губернаторские выборы в следующем году. И сделали их Александр Котов, один из ведущих региональных политиков, председатель областного собрания, и Борис Ёлкин, глава города. То есть с кандидатом от партии власти, насколько я понимаю, все ясно. Действующий губернатор готов пойти, партия поддержит. Ну и никаких, что ли, интриг здесь я не вижу. Что касается оппозиции, то здесь по большому счету пока большой-большой вопрос. Если не считать представителей ЛДПР, от которых, ну, скорее всего, пойдет Антон Минаков, там, конечно, еще необходимо дождаться решения Высшего совета партии, которое будет выбирать и стройки кандидатов. Но я думаю, конечно, выбор будет сделан в пользу регионального координатора Минакова. И напомню, что либерал-демократы замахиваются на то, чтобы стать по результатам выборов вторыми. Такая задача стоит быть партией номер два, обойти коммунистов. И, ну, мне представляется, что ситуация, которую мы наблюдаем вокруг обкома, внутри обкома, она, скорее, благоприятствует ЛДПРовцам в их амбициозных планах, поскольку у коммунистов весь этот год наблюдается в организации вот это напряжение, выяснение отношений, продолжаем мы фиксировать деление там на различные группы. И что касается выдвижения кандидата на губернаторские выборы от КПРФ, то тут, можно сказать, большой вопрос. Потенциальный кандидат Дмитрий Михайлов заявил о том, что не будет он участвовать в кампании, а если не он, то это кто-то из более системных, более умеренных, спокойных, что ли, кандидатов. Здесь уже вспоминают фамилию Аркадия Мурылева, который представлял Компартию в 2018 году. Ну, также есть и другие варианты. Это что касается партий, которые традиционно занимают первые места на губернаторских выборах в Псковской области. Есть еще «Справедливая Россия», но здесь, конечно, тоже ситуация до настоящего момента представляется туманной. Оставим на будущее разговоры о представителях так называемых малых партий, ну и других политических объединений. Думаю, что в будущем ясности здесь будет больше, мы к этому разговору обязательно вернемся. — Алексей, ну и в завершении программы «Политика политикой», но люди наши ходят в магазины. — Кушать хочется всегда. — Да. Какие ожидания от наступившего, вот буквально совсем недавно наступившего 2023 года? — Ну, вы меня знаете, я противник оголтелого оптимизма. Все мы знаем, что в советское время по телевизору рассказывали про высокие надои, про всякие урожаи, а потом мы, к сожалению, увидели, что такое плановая экономика на самом деле. — На самом деле в этом году очень хорошо отработал аграрный сектор, хоть кого-то же надо похвалить, вот они молодцы. — Накормили страну. — Да, и я думаю, что в следующем году, дай бог, никаких не будет экстра событий, связанных с погодными условиями, и нас опять аграрный сектор очень хорошо удивит. Нужно быть готовыми, друзья, к тому, что следующий год будет сложным. Практически, ну, скажем так, на 70%, а то и на 80%, он будет сложнее, чем этот год. К этому просто надо быть готовым. Я могу вас накормить приятными вкусными завтраками, а потом вы скажете, ну, чего ты нас накормил, скажем так, скажем так, ты же обещал. — Натренировал 22-й нас немножечко. — Возможно, мы не сможем себе позволять то, что раньше себе могли позволить, потому что у нас будет ниже покупательская способность. Инфляция, скорее всего, в начале следующего года разгонится. Это я сейчас вот опираясь на консенсус прогноза аналитиков говорю. Дефицита товаров не будет, безусловно, но вот уровень жизни, он может понизиться. — Эх, это что называется не с грустью, входим мы… — Мы не пойдем по миру, экономика не рухнет, но надо отдавать себе отчет, что и, возможно, те, кто раньше мог купить себе автомобиль, уже в следующем году этого сделать не смогут. Те, кто раньше мог решиться на ипотеку в следующем году, поймут, что это невозможно. Вот в таком ключе будет немножко ухудшение. — Снижать, да? — Те, кто раньше покупал бомж-пакет и консервы верхнего ценового сегмента, вынуждены будут уйти в более простый. Алексей, вот этот главный страх, один из главных страхов глубинного народа, только бы не в 90-е, только бы не в 90-е. Вот то, что ты сейчас консенсус прогнозом назвал, это не похоже на лихие 90-е? — Совсем не похоже пока на 90-е. Это ближе к кризисным проявлениям 2008-2009 года. Может быть, будет чуть хуже. — Знаешь что, ты со своим вот этим вот реализмом, я уж не помню, пессимизмом, как ты там его называешь? — Друзья, в этом году российская экономика нас смогла на самом деле удивить, насколько она жизнеспособна, насколько она может выдавать такие финты и коленцы, что даже аналитики не могут объяснить, а как это так-то. Вот она в этом году реально смогла удивить в хорошую сторону. Все могло быть действительно хуже. — Ну, молодцы, но наращиваешь. — Вот дай бог в следующем году российская экономика нас снова так удивит, и все вот эти прогнозы начала года оказываются несостоятельны. Вот я этого всего нам желаю. — Обожаю тебя. Вот к этому я тебя и подводила, что завершаю нашу программу, дорогие друзья. Все-таки это новогодние дни, мы не можем уйти с грустью, хотя действительно программа по скриптам — это та программа, где мы и в горести, и в радости, и в аналитике, и каждый новый понедельник, недели следующей мы подводим итоги недели предыдущей. Вот такой вот кампании, поэтому в эти новогодние дни мы тоже с вами. Мне очень приятно, что такой дружной кампанией мы на волнах ПЛН-ФМ. — Я надеюсь, что мы и в наступившем году будем этой же дружной кампанией подводить итоги каждой недели. Я вот так же надеюсь, что Александр будет приходить к нам и рассказывать о том, что политическая жизнь в стране, конечно, такая не очень, но жива. Худо-бедно что-то есть, и губернаторские выборы в сентябре — это главное политическое событие, а не что-то другое. Я очень надеюсь, что Алексей будет приходить и говорить, что ожидания, конечно, все равно тревожные и неопределенные, но пессимистические прогнозы в основном не сбылись. Вот я, честно говоря, коллеги, рассчитываю, что мы примерно вот в таком ключе будем работать в наступившем году. — Будем завержать, и ваш праздничный паскриптум провели мы, ведущие этого мероприятия почти новогоднего, между прочим, судя по календарю. Любовь Кузнецова. — Константин Кольниченко. — Александр Савенко. — Алексей Овчинников. — Всех с Новым годом, друзья, до встречи. — Пока. — С Новым годом. — С Новым годом.